В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Современному государству Израиль исполнило 70 лет. Давид Бен-Гурен зачитал в Тель-Авиве декларацию независимости еврейского государства. С провозглашением Израиля в регионе началась война за независимость. Она закончилась год спустя соглашением о перемирии. Однако ее следы мы видим и по сей день. В мае 2017 года во время официального визита в Иерусалим новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что израильские и палестинцы готовы жить дружно. Многочисленную волну протестов спровоцировало его заявление о намерении перенести американское посольство в Иерусалим и о готовности окончательно признать священный город столицей Израиля. В этом году после завершения церемонии Дня памяти солдат, павших в войнах и жертв террора в Израиле начались торжества, приуроченные к 70-й годовщине независимости еврейского государства. По традиции праздник стартовал с церемонии зажжения 12 факелов на горе Герцля в Иерусалиме. Они символизируют 12 колен израилевых. Одним из главных событий этого дня стал парад военно-воздушных и военно-морских сил армии обороны Израиля. Незадолго до празднования Дня независимости Центральное статистическое бюро опубликовало данные о населении. Выяснилось, что число жителей составляет почти 9 миллионов человек, что в один раз больше, с чем в момент провозглашения независимости Израиля в 1948 году. Яд Вашем открыл уникальную выставку последних писем жертв Холокоста. Каждый год жизни в Израиле замирает на две минуты в память о Холокосте, убийстве 6 миллионов евреев нацистами и их пособниками. Цель новой онлайн-выставки Музея Холокоста в Израиле рассказать личные истории этих жертв. Более 200 миллионов страниц документов включают в себя свидетельства, рассказы выживших, фотографии и другие личные вещи. Его написала одна девочка. Ей тогда было 12 лет. Звали ее Регина Фолькенфлик, и она жила в восточной Польше. Ее скрывала у себя одна христианская семья. Родители думали, что так они смогут ее спасти, отдав хорошую семью. Но все же девочку расстреляли. Остальные члены семьи выжили. Ее брат, которому сейчас 84 года, пожертвовал это письмо Яд Вашем. Это одна из главных миссий Яд Вашем – собрать в одном месте все документы, все свидетельства о судьбе евреев во время Холокоста. Таким было первое желание оставшихся в живых после Холокоста в первый же день по окончании войны. Ведь нацисты планировали не только убить евреев, но также уничтожить, стереть всякое понимание и знание о том, кто они и что с ними случилось. Вот почему в Яд Вашем одной из главных задач является сбор всех деталей огромного пазла истории избранного народа. Лев Иуда едет в Израиль. Гигантская бронзовая статуя льва весом около 500 килограмм и высотой 3 метра 35 сантиметров готова отправиться в Израиль. Статуя, называемая Лев Иуды, будет отправлена по воздуху в Иерусалим как подарок любви от американских христиан и еврейскому народу в честь 70-летия основания государства Израиль. Монументальная скульптура льва Иуды будет установлена в Иерусалиме, древнем городе Давида. Лев символизирует Израиль, еврейский народ, царя Давида, Иерусалим и грядущего Мессию. Впервые гигантская статуя льва была представлена на евангелизационном собрании Билли Грэма Вака, штат Техас. Затем она неоднократно выставлялась на различных христианских конференциях и конгрессах. Не стала бывшей первой леди Соединенных Штатов Америки и непреклонного защитника семейных ценностей Барбары Пирс Буш. Ей было 92. Она одна из двух женщин в истории США после Абигейль Адамс, которая была и супругой, и матерью американского президента. Со своим мужем Джорджем Гербертом Уокером Бушем госпожа Буш прожила в браке 73 года. У супругов было шестеро детей, и сегодня большая семья насчитывает 17 внуков и 7 правнуков. Однажды в интервью Барбара Буш сказала, «Я не боюсь смерти, потому что знаю, что есть великий Бог, и я не беспокоюсь». В своем доме Чита Буш неоднократно принимала Билли Грэма. «Когда я в первый раз увидела его, Билли Грэма, то была потрясена его глазами, они были настолько проницательны», вспоминала Барбара Буш. Она была сильной христианкой, женщиной большой веры и большой любви к людям и своей стране. Парламент Пакистана впервые в истории избрана христианин и женщина из неприкасаемых. Католические епископы уже поздравили сенаторов и народ с этим событием, передает Седмица. В провинции Син впервые избран в сенаторы Анвар Лалдин, первый христианин-сенатор в истории страны. Это избрание представителя религиозных меньшин в Сенат Пакистана воспринимается как вдохновляющее событие меньшинствами стране. Сенат является Верхней Палатой Парламента Пакистана. В него входит 104 депутата, избираемых депутатами Нижней Палаты Федерального Парламента и Законодательных Собраний Провинций. Католические епископы Пакистана выразили свои поздравления избранникам на собрании при участии более 200 прилатов и прихожан Карачи. В храме Николая Мерликийского на крейсере Аврора впервые за 100 лет прошло богослужение, сообщает портал Викторе. Председатель комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по благотворительности протерей Александр Ткаченко назвал богослужение актом исторического примирения. С Авророй ассоциировалось начало революции, начало страшной эпохи нашей страны. Наверное, для православных людей это богослужение является актом исторического примирения людей разных взглядов и разных сословий, отметил священнослужитель. Службу посетили воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командования корабля. Службы в храме Николая Мерликийского на крейсере Аврора теперь будут проходить регулярно. На этой неделе президент Трамп принимал в Белом доме игроков футбольной команды Алабамского университета. Ближе к концу встречи один игрок Джейн Кей Скотт спросил президента, позволит ли он за него помолиться, передает ему на ЛТВ. Вся команда окружила президента, возложила на него руки и помолилась. Позже Джейн Кей Скотт рассказал, почему он решил помолиться за президента. «Я понял, что должен помолиться за мистера Трампа, когда он зашел на сцену. И Господь позволил мне увидеть его так, как он видит его», рассказал Джей Кей Скотт. И дело было не в том, чтобы помолиться за президента Соединенных Штатов, и не в том, чтобы помолиться за его работу или что-то в этом роде. Главное, что Бог любит этого человека, Бог умер за этого человека, и Бог хочет прикоснуться к нему. Поэтому я поднялся и спросил его, могу ли я за него помолиться. И он сказал «да». Очередную годовщину отметила церковь «Живая вера». Все подробности в сюжете наших корреспондентов. Служению «Живая вера» в Пензе исполнился 21 год. В рамках этого знаменательного события в храме Пензенской протестантской церкви прошло праздничное богослужение. Это прекрасная церковь, где есть команда, где есть очень много даров, где есть много молодежи, подростков, детей, и никто не обделен вниманием. Поэтому мы поздравляем, искренне желаем роста, процветания, благополучия и распространения не только в Пензе, но и по всей земле. В этот радостный день поздравить церковь приехали пасторы и лидеры из разных городов и регионов России. На торжественном богослужении верующие вместе поклонялись и возносили молитвы Господу. Эта церковь удивляет, даже восхищает, потому что достаточно интересно видеть вот это развитие, рост, возраст, даже мужане. Елена Адалимова, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера» специально для ТБН. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com А я с вами прощаюсь. До новых встреч.